Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим интересный бой на FV4005. Это топовая британская петасау с огромным бревнометом, который играется на хэш-фугасах и способен вливать огромное количество урона, что в принципе в этом бою этот игрок и сделает. Карта у нас довольно-таки неплохая для реализации подобного танка, так что садитесь поудобнее, берите себе что-нибудь перекусить, мы начинаем. Говоря о танке, у нас огромная машина с невероятно высокой рубкой и огромными габаритами, которая не обладает абсолютно никаким бронированием, разве что раз в пятилетку вы можете отбить что-то пушкой, или если вам как-то попадут под углом в гусеницу. То есть только в таком случае можно надеяться на то, что вас кто-то не пробьет. Однако, помимо всего вот этого вот прочего, у нас есть очень мощное орудие, которое хэш-фугасом способно просто отрывать противникам голову, и это есть хорошо. Подвижность у нас посредственная, неплохо и нехорошо, где-то посередине. Раньше она была, конечно, на порядок динамичнее, но ей порезали откат назад, и это очень сильно портит, в принципе, динамическое впечатление о машине. Поэтому вы должны, играя на ней, понимать, что вы выбираете направление и должны быть под прикрытием, поскольку если у вас прикрытия не будет, то, соответственно, и жить вы долго так же не сможете. А рассчитывать на стрельбу с дистанцией, я считаю, что не стоит, поскольку у этой машины точность она далеко не самая идеальная, и надеяться на то, что вы будете в пиксель забрасывать, я бы не стал. Поэтому выбирайте направление, двигайтесь, под прикрытием союзников можно настреливать большое количество урона, что, в принципе, игрок и делает. Первым выстрелом, снеся бедному кронвагну 1957 очков прочности. Это то, о чем я говорю. Выехал, даже не сводился, просто передвинул прицел в сторону танка, в данном случае это было ВЛД, и хэшем пробил без каких-либо проблем на фактически фулочку. Разве это не круто? Светится вражеский леопард, который ранее опрокинул по нашему сегодняшнему герою, пытается переехать, но ВВ-шка не прощает такие перекатки, поэтому спокойно выцеливает леопарда, дает ему и результат, видите сами. У нас два выстрела, 3,7к урона, то есть без каких-либо проблем. То, о чем я говорил в начале. Просто приезжаешь на позицию, смотришь, чтобы рядом были союзные танки, которые смогут прикрыть тебя от врагов, которые могут на тебя выкатиться. И стоишь, ждешь своего момента под реализацию. В принципе, никакого сложного геймплея на этом танке я не вижу. Многие игроки просто играют неправильно, выбирая позицию подальше от поля боя, что не есть правильным, потому что точность не позволяет накидывать с пол карты. Лучше ехать с вашими ТТ, где много танков, вы можете за кем-то выехать под КД противника и просто аннигилировать цель в любую, причем, фактически проекцию, потому что хэшам, в принципе, бронирование, оно не особо-то решает. Конечно, лучше выбирать такие более уязвимые зоны, но в целом можно, в принципе, и в силуэт кидать и набрасывать урон. Конечно, я не советую кидать в силуэт, лучше знать, куда стрелять, но все же можете иметь это в виду также. Как видим, бедный Паттон не ожидал такого поворота событий и не смотрел на миникарту. Если бы смотрел, он знал бы, что там уже фланг проигранный и сейчас выйдет бабаха. Поэтому даем ему 1605, и он едет спокойно отдыхать, как говорится. Остаются еще много танков противника, с которых можно выбивать большое количество урона, что, в принципе, наш сегодняшний герой будет делать дальше, поскольку, как я говорил в начале видео, урона здесь очень много получается в общей сумме. Закрывает нас союзник от Яги Е100, спокойно сводится, стреляет и добирает Ягу. В НЛД, без каких-либо проблем, это то, о чем я говорил, что хэшу, конечно, лучше выбрать более уязвимое место, чтобы шанс пробития был куда выше. Так что остается перед ним ИС-7, который начинает с ним сближаться. Очень неприятный момент, поскольку наш герой сшотный для него, и нужно как-то отъезжать, чтобы он не смог нас добрать. Будет пробовать подловить борт ИС-7, в принципе, это абсолютно правильно, поскольку пробить можно с полным уроном, а у него не так уж и много очков прочности. К сожалению, не удается добрать. Везет, что ИС-7 в ответ не попадает. Свертухана дедовая пушка сегодня ему просто не помогла добрать нашего героя. Проезжает дальше, старает загружить его, но ИС-7 почему-то за ним не едет. Возможно, понимает, что уже в этой позиции конкретно будет поддержка союзников. Друзья, я вам напоминаю, что если вам нравится мой контент, и вы хотите как-то поддержать, в принципе, мое вот это начинание, я буду благодарен вам за лайк и подписку. В принципе, для вас это два клика сделать, а мне очень приятно, и я буду знать, что двигаюсь в правильном направлении. Потому, если вам нравится ролик, пишите о нем в комментариях, показывайте друзьям, я буду очень вам за это благодарен. Как видим, ему без проблем удалось добрать ИС-7. Он переехал уже немного дальше, ближе уже к центру карты, поскольку последние оставшиеся цели светились где-то в этом направлении. Выезжает СП-2, он спокойно в него сводится, в башню накидывает и дает с полным уроном. Жаль, конечно, не хватает немного альфы, чтобы добрать, но все же. Еще один выстрел практически на фулочку. ФВ-шка очень-очень радует своих владельцев, если, конечно, есть понимание игры на этом танке, что немаловажно. Светится Фош, дает с неполным сведением, добирает его без каких-либо проблем. Иногда бывают, да, и такие выстрелы у танков, у которых не так уж и хорошо с точностью бывает, и залетает такое. То есть остается всего один танк противника, это бедная ТВ-шка, которая бегает по всей карте и понимает, что за ней уже выехал отряд убийц. Так что, если вам понравился этот бой, ставьте пальцы вверх. Еще, конечно, не конец, закрывать рано, но все же я видео максимально сделал компактным, для того, чтобы не отнимать у вас много времени, чтобы это все смотрелось, так, знаете, на одном дыхании. Поэтому, если такой... Такой вид контента вам нравится? Напишите об этом в комментариях, я обязательно почитаю, посмотрю. У нас получилось 4 фрага, 12 с половиной тысяч урона. Это очень хороший показатель за бой, я считаю. Если бой вам понравился, с вас подписка и лайк. Спасибо, что досмотрели. Увидимся и услышимся в новых видео. Пока-пока.